МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По следам всемогущих. Пиктограммы и петроглифы. Эрих фон Деникин расскажет вам сегодня о картинах из каменного века, о фантастической наскальной живописи, о петроглифах и астронавтах, о доисторических стенных газетах, о перфорированной полосе вандах, о потерпевших крушение астронавтах. Давным-давно было время, когда наши предки еще не владели письменностью. Тогда, во мраке доисторических времен, человек вместо письменности использовал другие средства общения. Сначала это была речь, но она годилась только для соседей, только для живущего поколения. А каким образом можно было без письменности оставить сообщения будущим поколениям? У людей каменного века во всем мире имелось об этом одинаковое представление. Они выцарапывали на скалах и стенах своих пещер знаки и рисунки. Было ли это непременным этапом эволюции? Или поискать другое объяснение? Поражает, собственно, то, что наши предки, едва спустившись с деревьев, тут же стали рисовать. Причем происходило это по всему миру. И одновременно. Наскальные рисунки и высеченные изображения являются формой искусства всех народов. Народов, которые ничего не знали друг от друга, да и не могли ничего знать. Будь то в далеком Йемене, или в бразильских джунглях Мато-Гросса, или на побережье юга Чили. От Гавайских островов до Центрального Китая, от Сибири до Южной Африки запечатлены в рисунках приветы от людей каменного века. Почтовые открытки из далекого прошлого. Лишь в очень немногих случаях нам известны конкретные племена, которые разрисовывали скалы, и таким образом некоторые народы каменного века позже получали названия, нареченные наукой нашего времени. Сколько же наскальных рисунков может быть во всем мире? Должно быть много миллионов. И самые маленькие островки, и самые высокие горы, преподносят петроглифы. Так называются наскальные рисунки на профессиональном языке. Они есть как на Ледниковой Аляске, так и на раскаленных стенах гор Кимберли в Австралии. Конечно, миллионы наскальных рисунков возникли не в одно и то же время. Зачастую их появление разделяли тысячелетия. Но в некоторых случаях, через тысячелетия, рисунки наносились постоянно в одних и тех же местах, на одних и тех же скалах. Само собой разумеется, что люди каменного века постоянно изображали сцены охоты. Солнце, луна, круги, штриховые человечки или ладони рук также относились к обычным сценам повседневной жизни. Я могу, если надо, показать вам тысячи наскальных рисунков такого рода у меня в архиве полным-полном. Однако становится странным, когда определенные образы, как в унисон, оснащены одинаковыми атрибутами. Как будто звуки барабана джунглей пронеслись над всеми континентами. Боги — это те, с лучами. Я выискал для вас несколько из этих удивительных фигур. Здесь, в Валькамонике, расположенной на швейцарской границе, недалеко от городка Капо-Ди-Понте в Верхней Италии, на скалах тысячелетиями снова и снова высекались рисунки, среди которых и эти фигуры с головами в лучах. То, что здесь изображено, говорят специалисты, это танец. Возможно, но какой? В сегодняшнем Узбекистане, южнее города Фергана, примерно на 40 километров, была найдена другая фигура с лучами. А еще 18 километрами западнее Наваи, тоже в Узбекистане, очень впечатляющий наскальный рисунок. Здесь мне бросается в глаза возвышающаяся надо всеми фигура с ореолом. У ближних к ней фигур лица защищены чем-то вроде масок, а вот человеку, стоящему на коленях справа внизу и удаленному на значительное расстояние, маска уже не нужна. Австралия расположена далеко-далеко от других континентов. В доисторические времена коренные жители Австралии, аборигены, не имели, конечно же, никакого контакта с остальным миром. И тем не менее, в Австралии, преимущественно в горах Кимберли на северо-западе континента, возникли целые картинные галереи, созданные коренными жителями. Мотивы повторяются. Боги с лучезарными ликами, с ореолами вокруг голов и даже одетые в костюмы. Все они приветствуют нас со стен австралийских скал. Пусть Карл Густав Юнг или господин Зигмунд Фрейд пытаются объяснить эту загадку общим подсознанием, коллективным видением или же глубинной психикой. Мне же кажется, что все эти находившиеся далеко друг от друга племена видели одно и то же, восхищались одним и тем же или же боялись одного и того же. Поучительным для меня стал этот наглядный снимок, сделанный Вольфгангом Байтслем в Намибии. Кажется, что две центральные фигуры стоят на коленях, как в лотосе. А третья фигура, слева, стоит на коленях на земле. Но что это здесь справа, внизу у края картины, похожей на паука? Может быть, аборигены хотели изобразить технический аппарат, назначение которого они так никогда и не поняли? А вам известно, что даже древние египтяне высекали своих богов на стенах скал. Севернее Асуана находится небольшой остров Зехель, громадные глыбы камней, отколовшись от скал, лежат в хаотическом беспорядке. И все они покрыты изображениями египетских богов и петроглифами. Всего там насчитывается более 600 изображений. Об их возрасте ученые спорят до сих пор. Бесспорно то, что многие наскальные рисунки в Верхнем Египте возникли только во втором столетии после Рождества Христова. Но есть среди них и другие, относящиеся к 2000 году до Рождества Христова. Может быть, рисовавшие на скалах египтяне не вполне доверяли своим храмам? Хотели действовать наверняка и дополнительно увековечить своих богов на скалах? Прямо таки натуралистическими являются некоторые из очень больших наскальных рисунков в Алжирской Сахаре. Там не находится массив Тассили. Среди многих сотен петроглифов были обнаружены и такие, которые не нуждаются ни в каком описании. Вначале обращаешь внимание на неуклюжие головы, потом на раздутые костюмы. Так как наскальные рисунки плохо фотографируются, то мы их немножко подкрасили, сделали контуры четкими. Но мы не сделали ни одной дополнительной черточки. Посмотрите, пожалуйста, то, что вы видите на стенах скал, археологи относят к так называемой эпохе круглых голов. Самая большая фигура достигает в высоту 8 метров. Ее обнаружил французский специалист по древней истории Анри Лотт. Он спонтанно назвал фигуру великий бог марсиан. Так что же происходило с едва прикрытыми шкурами или даже голыми людьми каменного века, захотевшими показать следующим поколениям нечто подобное? Какое событие оказало на них такое чудовищное впечатление, что изображение фигуры достигло 8 метров в высоту и возвысилось надо всем? Что они видели? И чему это посвящено? Ответ напрашивается сам собой. За мной вы видите картину, вернее, ее проекцию. Вы, наверное, уже поняли, что этот рисунок копия, а не оригинал на скале. Рисунок передал мне несколько лет тому назад советский филолог доктор Вячеслав Зайцев. Он сказал, что это фантастическая наскальная живопись обнаружена на защищенной стене скалы недалеко от Ферганы на границе с Китаем. Ему самому картину вручил один русский исследователь. Я до сих пор не смог добраться до места, где находится этот уникальный наскальный рисунок. Если бы картина оказалась подлинной, и именно такой, я мог бы отказаться от своих поисков следов всемогущих. Этот случай прояснил бы все в мгновение ока. Меня настораживает только странный круг с бороздками, который фигура с крыльями и в шлеме держит в руках. Мне известно, что еще в 1938 году именно в этом географическом районе, правда, на китайской стороне границы, были найдены подобные каменные тарелки с неподдающимися расшифровки письменными знаками. И в местной легенде говорится, что 12 тысяч лет тому назад с неба спустились существа, которые больше не смогли покинуть землю. Они были меньше людей, поэтому люди даже охотились на них и в конце концов истребили. От индейцев Хопи в Северной Америке мы узнали, что их наскальные рисунки были средством общения. Многие родственные племена когда-то разделились в поисках новых охотничьих угодий. Позже они вернулись на прежние места и на стенах скал нашли сообщения с хорошими или плохими известиями. Наскальные рисунки имели для тогдашних индейцев примерно такое же значение, как в настоящее время стенные газеты в Китае. И что довольно удивительно, наша современная цивилизация кажется, возвращается к упрощенным наскальным рисункам. Их, правда, не называют наскальными рисунками и больше не доверяют скалам, а используют на стадионах, вокзалах, плавательных бассейнах, торговых центрах и называют пиктограммами. Эти пиктограммы делают возможным посещение чужих стран даже для неграмотных, не умеющих читать. Пиктограммы давно уже стали надежными путеводителями. Они больше, чем простые указатели. С помощью последовательности пиктограмм можно строить целые предложения. Например, к закрытому бассейну можно пройти в том направлении, а тем или иным видом спорта можно заниматься в том месте. Или же телефон находится на первом этаже, а рядом с ним туалет. Но чтобы попасть в сауну, надо воспользоваться лифтом. Все аэропорты оснащены пиктограммами. Каждый ребенок знает сегодня знаки прилета и вылета, паспортного контроля или окошко обмена денег. Интересно, было ли что-нибудь похожее тысячелетия назад? Были ли определенные знаки, определенные пиктограммы, которые на всех континентах понимались одинаково? Были ли те, что со священными ореолами и лучами вокруг голов всегда и повсюду изображением богов? И потом, тысячелетия спустя, после эпохи искусства наскальной живописи, все еще существовали древние сказания. Люди не могли их забыть. Постоянным напоминанием были наскальные рисунки. Правда, уже никто не помнил, что за боги появились на земле с небес, но знали, что боги были бессмертны и что это были те, которые могли летать. А разве не хотел каждый повелитель быть бессмертным? Не желал бороться над людьми, постоянно наблюдать за ними и иметь возможность вмешиваться. Поэтому меня совсем не удивляет, что там, где появились первые выдающиеся культуры, чаще всего и находят летающих богов. В Египте солнце всегда изображались крыльями. Солнечный диск с крыльями встречается над многими порталами египетских храмов. Был он и в древнем Вавилоне, и еще раньше, в междуречии у шумеров. Позже и божественные цари повелевали увековечивать себя с крыльями. Их можно увидеть теперь в каждом крупном музее мира. Конечно, никто из нас не верит всерьез, что древние цари действительно могли летать. И, конечно, они не могли этого делать, однако их изображали с крыльями. Атрибутом полета они снабдили себя сами, так как из сказаний знали, что боги могли летать. Потом христиане сотворили из этих летающих фигур ангелочков. А что такое ангел? Ангел это не что иное, как посланец, посредник между миром богов и людьми. И даже шлемы, извините, я имею в виду, конечно, ореолы святости, тех неприкосновенных существ, мы тоже перенесли в графическое изображение. А еще в то недатируемое время были люди, имевшие привилегию быть взятыми богами наверх. Как избирательные и односторонние мы подходим к подобным сказаниям, я хотел бы продемонстрировать на следующем примере. В мифах тибетского буддизма упоминается пророк, которого называют Великий Учитель. Когда его время прошло, на небе появились облако и радуга, а в них конь из серебра и золота. Весь мир мог видеть, как Великий Учитель поднимался с земли на коне. Когда его ученики смотрели вслед летящему коню, они видели, что вскоре он стал величиной с ворону, потом стал как дрозд, потом как муха. Они продолжали смотреть до тех пор, пока конь не стал маленьким как точка, а вскоре люди вообще перестали видеть улетавшую лошадь. Перенесемся в другое время. В Библии, во второй книге царей в Ветхом Завете, пророк Илья уносится на огненной колеснице, запряженной огненными лошадьми. Там говорится, и понесся Илья в вихре на небо. Внизу на земле стоял его сын Елисей, и он кричал «Отец мой! Отец мой!» Потом Елисей перестал его видеть. Елисей поднял накидку, которую ранил его отец, и пришел к берегу Иордана. Многие миллионы верующих принимают вознесение Ильи на небо на огненной колеснице за чистую монету. Ведь так написано в Библии. Однако близкое по смыслу тибетское сказание мы отвергаем. Так обстоит дело с нашей логикой. Мне известны сказания священных и менее священных книг, в которых целые команды спускались с облаков. В сказаниях есть примеры, когда пришельцы вели себя прямо-таки недостойно. Даже настоящие бунты отмечены в древних текстах. Например, в книге «Апокрифи Еноха». Книга Еноха не является составной частью Библии, хотя Енох и был библейским пророком. Теперь подумаем, как именно повела бы себя на Земле внеземная команда, не располагающая больше никакой технической аппаратуры, оставшаяся без связи со своим базовым космическим кораблем и, как принято говорить теперь, оказавшаяся в безвыходном положении. Как могли бы потерпевшие крушение космонавты без технической аппаратуры сделать главное, установить связь со своими товарищами там, наверху? В любом случае, кое-что у них осталось, а именно их знания. Они смогли бы построить аэростаты, вы знаете, что это такое, или они могли бы выкладывать на Земле громадные знаки, гигантские, километровые величины треугольники, или же светящиеся звезды, светящиеся пентаграммы, которые там, наверху, могли бы привлечь к себе внимание. Но есть еще один совершенно иной вид возможной связи. Я выскажу мысль, вероятно, противоречащую общепринятому мнению. Южнее Лимы, в Перу, в направлении равнины Наска, расположена большая долина Писка. Сразу же за деревушкой Хумаи по холмам протянулась странная полоса километровой длины с темными ямами. Если смотреть на полосу с большой высоты, то можно подумать, что внизу следы гигантской гусеничной машины. Но это не так. Это показал осмотр на месте. Своеобразные ямы, поднимающиеся вверх по крутому склону изогнутой полосой, все выложены камнем. Сюда никогда не взбиралась машина. Может быть индейцы укрепили горный склон круглыми ямами, сделав своего рода окопы для стрелков? Такая мысль абсурдна. Во-первых, стрелки одного ряда мешали бы стрелкам другого ряда. И во-вторых, ближайший склон гораздо выше склона с ямами. То есть потенциальный враг мог бы взять под обстрел полосу с ямами со всех сторон и разгромить сидящих там. Но для чего же тогда эта полоса с ямами? Мы обратили внимание, что на одной линии всегда восемь ям. На современном компьютерном языке сказали бы, что это восемь бит. Один бит соответствует разряду ячейки памяти запоминающего устройства, а восемь бит вместе составляют байт. С помощью байт можно выразить число 176 или любое другое число, цвет, картину. Двоичная система является основой всех компьютеров. Принимаются в расчет только единица или ноль, да или нет, правильно или неправильно. И при помощи двоичных комбинаций можно составлять все без исключения числа или послания. Предположим, что потерпевшая аварию команда космонавтов хотела бы направить двоичное послание туда наверх, на орбиту. Но не такое сообщение, которое было бы однозначным и неизменным, как, например, громадный треугольник на земле или светящаяся звезда, а которое можно было бы постоянно изменять и дополнять. В принципе, это дело простое. Проживающим здесь индейцам поручают вырыть восемь ям в один ряд. После первого ряда следует второй, потом третий, четвертый. Так возникает прямая, как стрела, полоса с ямами. По-видимому, сначала полоса проходила по склону горы прямо, а не изгибами, как мы видим сейчас. Но тектонические воздействия, а также два горных ручья справа и слева, могли подточить склон и превратить прямую прежде линию в извивающегося червя. Итак, в каждую яму направляют индейцы. Индейцы, снабженного цветным, а может быть, белым платком. По команде одни индейцы закрывают свою яму, и она становится светлой, другие оставляют свои ямы темными. Подобные команды можно заучить, и, конечно же, их можно всегда изменить. Вспомните, как при открытии грандиозных массовых мероприятий, например, Олимпиад, точно так же на стадионах создаются красочные картины. В моем примере сообщение на орбитальную станцию означало бы «В назначенное время позвоните домой». Можно подавать и другие знаки без применения двоичного кода. Можно изобразить в таком случае простую змею или человека. Подобным образом можно было сигнализировать в космос все виды сообщений без передатчика и без затрат электроэнергии. потерпевшая аварию команда по-видимому знала, в какой геостационарной точке небосвода должен находиться базовый космический корабль или в какое время спутник-наблюдатель будет проходить над сегодняшней долиной Писка в Перу. Итак, сообщение пришельцев переносится в компьютер каменного века, посылающий на орбиту совершенно определенные светлые и темные сигналы. Там наверху их принимает электроника и все расшифровывается. Успешно ли это закончилось для потерпевших аварию внеземных, мы не знаем. Однако фактом, который остался на земле, является перфорированная полоса в глухой перуанской долине. Полоса, которая до сих пор извиваясь, поднимается по крутому склону и относительно существования которой до сих пор нет ни малейшего намека на разгадку. Над моим вариантом решения можно посмеяться. Но все-таки следует подумать и о том, что фантазия пока еще остается отправной точкой поиска ответов.